Ну думаю, что и в прошлой жизни в том числе, Юля. Вот вопрос, наверное, все-таки первый выйдем из книги. Вы пришли и сказали, что знаете, как пошли продажи. Как пошли продажи? Как вы думаете, какие причины тому, что книга стала такой популярной? Я уже сказала, я хороший пиарщик. Думаете? Как пиар-книги вы использовали обращение к Дмитрию Пескову и отправляли эту книгу ему. Как вы думаете, интересно ли будет, или было Дмитрию Пескову прочитать про два метра секса Гончарука и клубничного Зеленского? И была ли какая-то реакция? Что это значит? Клубничный. Ну, Зеленский как клубника. Смотрите, я очень рада, что Дмитрий Сергеевич сказал, что я перегляну эту книгу. Мы, конечно, можем хайповать на метафорице, но это была моя основа. Я не хотела писать очень протокольную книгу, чтобы она была, знаете, такой нудной. Я хотела, чтобы она была интересной, чтобы она показала людям, что политика вообще интересная, что там есть живые люди, поэтому метафорика может быть яскравой. С другой стороны, я все-таки делаю акцент на суть, потому что основа не на метафорице, а основа в том, что я рассказываю. И мне кажется, что я довольно много рассказываю про позиции Украины, про ситуацию на Донбассе. И если уже там идут какие-то моменты с диалогом и идут эти постоянные разговоры, кто кого слышит или не слышит, то можно же сесть и прочитать, правда? Но реакции не было с Кремля, да, пока? Ну почему может быть реакция с Кремля? Главное, что ее переглянуть, правильно? Вы думаете, что в администрациях света должен комментировать книжку Мендель? Ну он же прокомментировал книжку Мендель, сказал, что обязательно прочитает. Ну, спросил, он сказал, что прочитает. Еще есть у кого-то вопросы? Да, пожалуйста. Я вот по книге вы сказали, что вы хватили одну метафору. Я хотел бы тогда уже пройтись полностью, по некоторым тезисам, которые я отметил. Первое, это про свободу слова. Вы говорили, что как бы она в Украине есть, ну и там просто размышляли про интервьюеров. Что те интервьюеры, которые навязывают свою точку зрения, либо же вернее задают много тех вопросов со своим видением, это не интервьюеры, это активисты. Что для Юлии Мендель свободы слова? Я думаю, что у вас есть каковая интер процессия, потому что в любом случае будь-який журналист имеет право ставить столько statueевов, сколько он хочет, если вы задав смотрели интервью. Правильно. Здесь уйшлася речь не про то, что если люди не читали, то можно неправильно понять. Речь ушла про то, что люди, знаете, я когда была пресвитая секретарем, я была пресвитая с Stark-instant, вечером в вечер и в будетый день. Вы встретили меня и я не могла сказать, что в час crowds de я была пресвитая секретарем, а сегодня я уже не пресвитая. Я считаю, что журналстика – это тоже та специальность, когда не можно работать с 9 до 18. Я журналіст, а уже о 20.00 я не знаю, вообще не имею никакой объективной точки зрения, я могу висловливаться будь-як, субъективной своей речи. И что я мала на увазі, у нас есть люди, которые приходят в социальную мережу и висловливаются неэтично, могут использовать абсентную лексику относительно каких-то людей, а потом говорить, что они неопередженны и что они объективны. Это апріори неможливо. Если ты уже висловливаешься с каким-то оценочным судением, то в любом случае ты не объективен. То есть вопрос именно так стоит. И, соответственно, я подала очень много примеров, как в разных оборудованных странах, если человек висловливался неэтично относительно той или иной человек, или событий, то эту человеку даже освобили из очень многих известных медиа. Например, из BBC, CNN, освобили. Но у нас почему-то нет разницы между блогерством, где я персонализована, и объективной журналістикой. В общем, идет только про все. А про свободу слова вопрос был. Что для вас свободу слова? Сегодня вопрос свободы слова – это не вопрос только моё. Сегодня вопрос свободы слова расследуют в всем мире. Потому что для очень многих стран вопросов дезинформации стало очень важным. Я вам скажу, в 2019 году, когда я стала пресекретарем, я ездила в Великобританию на учреждения на неделю. И я попала на большую конференцию с вопросами свободы слова, которую организовывала Великобритания и Канада. Вот я вам скажу, что туда не пустили представителей двух очень больших российских медиа. И когда я спросила, почему и на основе чего, потому что законодательно это не прописано, они сказали, что это не медиа, это пропагандисты. Пропагандисты. Тобто, развитые страны делают уже для себя какой-то певный крок для того, чтобы свободу слова отразить от пропагандистов. Ну даже ярлык, правильно? Просто набрасывается на ярлык. Даже если они были бы федеральными изданиями России, то они все равно могут спрашивать вопрос. Я думаю, что это вопрос, знаете, не сегодняшняя, а лишь винятковая разговор, потому что это вопрос довольно широкое. И главное, мне кажется, это делать какую-то дискуссию, певную, для того, чтобы разные медиа и разные активисты и люди высказывали свою точку зору. И где-то истина будет посередине. Ну тогда у меня такой следующий вопрос из этого выходит. Когда Юлия Мендель отказывает в аккредитацию украинским изданиям, а не российским, когда она еще была пресс-секретарем президента Украины, это свободы слова или нет? Ну я не знаю, про что вы сейчас говорите. Ну, по крайней мере, с моим только изданием. У меня есть даже доказательства того, как вы не допускали мое издание. И какое издание? У меня издание Шаринета, вы знаете. Не, я на самом деле не помню каждого обличия. Ну, просто ситуация была в том, что на двух, я прошу прощения, что я перебиваю вас сейчас, на двух марафонах Владимира Зеленского мы были. На третьем уже не были. Ну, видите, это вопрос не то, что для вас какой-то упереденности, если на двух вы были. Да, но после второго уже не были. Когда были вопросы, они совсем приятные для... Ну, слушайте, выставить это вопрос о упереденности, но это не вопрос о упереденности, потому что у нас очень много журналистов и очень много медиа. У нас 17 тысяч журналистов, мы не можем допустить всех. Запад на интервью с Владимиром Зеленским был колоссальный. Это раз. По-друге, ну, я точно не помню визирование такого, что на кого-то мы накладываем. И я думаю, что вы не знаете такого доказа в офисе президента. Вот, есть. Ну, вот так. Хорошо. Да, по поводу книги мы уже говорили с вами в прошлом вопросе. И вот именно в этой книге не хватило, наверное, лично мне Юлия Мендель именно копичности. А ты прочитала? Да, конечно. Я и прочитал, и, я вам скажу так, и купил сегодня. Поэтому... А я бы прочитала. Ну, да. Знаете, аудиокнигу читала вашим голосом. Даже вы этого не заметили. Смотрите, на 102-й странице вы говорите про историческое закрытие каналов Медведчука. И обсуждаете это закрытие вместе с Владимиром Зеленским. Просто вы в этой же книге уже говорили про интервью Олеси Бацман. И про него сегодня здесь вспоминали. И вот Молочек Стернополя тоже вспоминал про Медведчука и закрытие каналов. Но почему-то никто не говорит про закрытие... Про закрытие каналов говорят, но не говорят про ваше интервью на каналах Медведчука в январе. То есть за месяц до закрытия. Да, я уже икодала. Да, ну, смотрите, вы просто говорите тут про пропаганду. Вот здесь вот, что она лилась Зика. Нет, почему, Юля, давайте зачитаю. Вот фрагмент этого выступления, который... Нет, вот, допустим. Яснее объясняется с теми, кто слушал пропаганду на русском. То есть слышал и слушал пропаганду Зика 112-го и Ньюзвана. Правильно? А мне кажется, что эти каналы выбрали украинскую. Так о чем вы тогда пишете? Да, вы как-то не так зачитали. Давайте я полностью прочитаю, да? Об этом он говорил при... Об этом он говорил при мне только раз, когда готовил свое обращение после, без преувеличения, исторического закрытия каналов Виктора Медведчука. Обращение на русском. Сейчас, секундочку. Это обращение он намеренно сделал на русском языке, чтобы как можно четче и яснее объясниться с теми, кто слушал пропаганду на русском. Ну, тут не только говорится про циталы канала, а тут в целом говорится про бандия, которые подкрасливали про российскую дошку. Ну, в своем посте вы писали о том, что там появилась тоже пропаганда, на Зике в том числе. Но месяц назад вы давали интервью этому каналу. Ну, не месяц назад. Это было... Вышло оно 1 января. Ну, так. И, как говорят сами сотрудники этого канала, вы обратились с предложением, чтобы вы дали интервью. Это правда, абсолютно. Вот вам, пожалуйста, и пропаганда. Я спрашиваю вас. Я точно не спрашиваю. Правильно? Ну, я имею в виду, если вы так говорят, то это абсолютно неправда. Зик давно до меня не спрашивал. Мы сделали такой момент, что это будет аполитическое интервью. Воно будет только про особенное. Воно будет, как возможность, приветствовать украинцев с новыми святами, с новым роком. То есть у вас не было такого именно принципа по поводу Зика 112 и Ньюзвану, то, что там есть пропаганда. Я набрала участь в жоню пропаганде. Окей. Еще один вопрос. Можно? Как бы тоже по поводу книги? И давайте, это могло остальное запытание. От меня? Хорошо. Нет, давайте в целом. Чище, я ки себе буду. Давайте вот вы и потом еще на запытание. Ну, вот вы просто пишите. Да, это книга, попытка осмыслить украинские реальности с точки зрения украинки. Тут я пропускаю немного. Которая достаточно прочувствовала вкус всех страхов, комплексов. И ограничений со стороны имперской России. Вы что-то как бы не с Крыма, не с Луганской, не Донецкой области. И с чем заключается? Это очень важное запытание. И на нем побудовали, в принципе, такую, какую-то мемную атаку. Посмотрите, я же вас спрашиваю. Нет, нет, правильно. Да, да. Мемную атаку. И, на самом деле, вона настолько примитивна, что просто залишается разводить руками. И, на самом деле, Радянский Союз не завершается в день начала независимости Украины. И Радянский Союз нужно использовать на уровне ценностей. Поэтому вопрос, что у меня было 5 лет, когда началась независимость, это одно вопрос. А как было жить в Херсоне в 90-х годах, это уже совсем больше вопрос. И как? Почитайте книжку, потому что я все буду рассказывать. Пожалуйста, давайте еще раз запитали. То есть она безкоштовная охрана. А, как это может быть? Это реалии. Я серьезно вам говорю, давайте с вами как-то встретимся, поспакуемся. Вы удивитесь, сколько людей может работать. То есть у каждой человек может быть охрана безкоштовная. Если у вас есть где ее взять, то, пожалуйста. А вы где ее взяли? Ну, знакомого, который увидел количество хейтов, ненавистов. Знайомый с политикой или знакомый? У нас сегодня книги нет. Давайте я книги говорю. Да, до книжки. Это просто вопрос, яких... Нет, это мое, потому что это вопрос, ответы на которые нет в книжке. Поэтому я запитаю, ну абсолютно... У меня охраны ранее еще и не было? Не было. После загроз. Не розумевала. Друзья, я сейчас вошла за артистом президента, я подорожила с президентом. Там было много представителей Украинской Державной Охраны, правильно? Я была поруч. Теперь я вышла, я отримаю кількість ненавистей и так далее. Я иногда боюсь. Если бы вы отримали такую культуру хейту, вы бы тоже боялись. Зі ста, это сколько процентов хейту вы отримаете? Я не рекомендую. А чем... А чем... Вы помните, чем пахнет Володимир Зеленский? Я попрошу. Можно еще какое-то питание, пожалуйста? Скажите, пожалуйста. Ну вот, что было за 40 минута читать в книжке. Тут... Вы придбали и тут? Да, мы придбали. Зараз и тут придбали. И сподіваемся на того, а потом в книжке. Книжке, дуже цикаво, поданный репортаж вашей деятельности, ну, исторические події, які публичные, загально-відомые. Ну, я особисто... А это Юлия. В принципе, ценность Майдана, о которой мы все пройшли. Вам так не здається? Мені, так не здається, тому що, якщо ви навіть прочитаете мою книжку, ви зрозумієте, що я ставлюся до Євромайдану з дуже великою повагою. Я знаю людей, які були на Майдані, я сама неодноразово його висвітлювала. І я вважаю, що справді люди, які були на Євромайдані, це наші герої, які мають дуже серйозні цінності. Однак нам треба відрізняти людей, які прийшли покласти, знаєте, своє життя за нашу незалежність, які потім пішли воювати на Донбас. Від того, кого я називаю просто шпаною, холіганами, і які приходять з фаєрами, стоять там під і Офісом Президента, і Парламентом, які не мають не те, що якихось ціннісних орієнтирів в цих мітингах, які просто навіть не розуміють, чому їх сюди прислали. Тому я би хотіла, щоб люди розуміли, що нам потрібно сьогодні будувати країну, і ти ніяк її не збудуєш, з фаєром в руках, знаєте, бігаючи, б'ючи журналістів, так як це було на останньому мітингу, чи крадучі молоко, як це було перед цим. І, власне, якщо ви прочитаєте мій пост, то це і є той текст, який я виклала на телеканалі «Україна», і там чітко розставлені усі акценти. Будь ласка, напишіть і про пост, не тільки про коментарі людей, у яких нема аватару, сторінки порожні, які використовують абсцентну лексику. Друге питання щодо оплана Нікіфорова. Коли ви самі особисто...